Буду ли я в состоянии так много заниматься и совсем не жить? Неужели для меня не будет существовать ни весны, ни лета? Жду с нетерпением следующего письма. Мария Ленкест Славка, педушка, соломушка, взглянул в моем саду. Много-много знал он весело, слаще не было однажды. Ах, ты песни прозаевая, рвала белу грустно спой, А все слушать мне хотелось, где основной бег в снег. ПЕСНЯ 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 Теперь вот что. Знаете, Мария Робертонова, что есть на свете один зверь, в определении которого очень многие часто отшиваются. Есть немногие, которые считают этого зверя милым, но остальные знают, что это ужасный сверебель. Ростокие, кровожадные зверь. Он тем ужаснее, что может тихо и незаметно подкарываться там, где его вовсе не ожидаешь. И еще тем ужаснее, что иногда позволяет с собой поиграть, а затем уже показывает кортик и открывается опасно. С ним бороться в красном кругу. Мне приходилось несколько раз ясно заметить его приближение и убежать в него. Но один раз он представился не до того жалким, тихим и смирным, что я не мог не сменяться над его не сильно. Я знал, что этот зверь существует на земле, и все-таки не верил в его силу. Да, это верно судьба, которая бросила в то время камень на дорогу. Я засмотрелся на зверь, зарубавался и не заметил камня. Споткнулся и упал. Эти моменты воспользовался страшной сичней. Я положил одну лапу с растопыренными ногтями прямо в него сердце. Боли никакой не было. Даже наоборот. Я боюсь даже вспоминать все подробности. Он как живой становится у меня наруги. Я начинаю опять в него напитать. Нет, нет, нет. Я не хочу об нем думать. Не хочу об нем вспоминать. Я его на днях убил после страшной войны. И теперь еще чувствую большую страху. Ведь вы знаете, что это за зверь? Это любовь. Во время борьбы с тем зверем я прибегал к всевозможным средствам для того, чтобы поскорее его победить. И один из этих средств была переписка с вами. Вот почему бы неприятно было, если бы вы на мои письма смотрели как развлечение. Звезды лучи весенней дешевые пели, Заменили осторожней коню. 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 господином идти к родителям, но, слава Богу, судьба мне благоприятствовала, и ничего из этого не вышло. А то дом не пришлось застыть на том умственном развитии, на каком я была тогда. И если мне удастся поступить в консерваторию, то перед о мной открывается обширное поле для деятельности. Напишите мне, какой-то камень попался у вас на дороге. Теперь я убедилась, что вы гораздо украли меня, так как вы испытали власть страшного дела, а я нет. Вы знаете, я сейчас читаю статью «Женщина». Там описано влияние женщин о всех знаменитых людей. Это замечательная, интересная вещь. Между прочим, мне очень понравилось мнение от Фреда до Юссе о «Женщина». А именно «Женщина, имя тебе коварство». А Журзант, со своей стороны, высказывает следующее мнение о мужчинах. Мужчина, имя тебе – слабость. Согласны вы с этими мнениями? До свидания. Желаю вам всего хорошего. Чтобы вы не мучились никакими сомнениями. Мария Роккость. Многоуважаемая Мария Роккость. Я думаю, вы теперь не сомневаетесь, потому что переписка с друзьями – мое любимое занятие. Вам не писал даже больше, чем кому-нибудь из других друзей. Иногда я сам удивляюсь, какая у меня произошла перемена. Еще года два тому назад я ни за что на свете не сказал бы никому о том, о чем расскажу вам все лето. Вы спрашиваете, какой это камень у меня попался на дороге? Мне нужно с моим мужем забраться в том, что это за камень. Я только ясно чувствую, что он был. Что я споткнулся и упал. Что я потерял вас над собой. Что я дал больно своему сердцу. Но я в этом после. Мне очень приятно, что вы так стремитесь попасть в консерватору, потому что перед вами откроется обширное поле деятельности. Напишите только мне, как вы принимаете это обширное поле. Мне очень интересно, Жанна. До свидания. Многоуважаемый Рейнгольд Морецович. В кончерце, отнимай наши предписки. Теперь на даче очень плохо. Кругом ненавистные желтые листья. И вообще, осень всегда нагоняет у меня мрачное настроение. Мне бы хотелось, чтобы вы еще написали мне письмо. Хотя вы приедете в начале сентября, но вряд ли бы мы с вами так скоро увидимся, так как вы будете заняты своим спросом в Москве. А я не заняты. Ваши письма в некотором роде драгоценность, когда будут составлять вашу биографию про знаменитого композита. В них есть много сведений относительно вашего характера. Но только вряд ли кому-нибудь удастся их от меня получить. Кстати, может быть, вы мне напишите, какие вы себе наветели цели в жизни. Меня это очень интересует. Я со своей стороны скажу, что у меня первая цель поступить в консерваторию и получить порганную по композиции. Хотя последнее очень невероятно, но все равно хотя бы порганную. Потом мне бы хотелось вращаться в музыкальном обществе и быть там полезным человеком. В этом отношении, что мне может дать рояль, в котором все играют, и который требует необыкновенного таланта, чтобы быть интересным и не побуждать всеобщей зимой. Наконец, на аркаде я смогу играть в церкви, не потому, чтобы я была такая религиозная, а потому, что это полезное дело. Желаю вам спокойной ночи, так как уже поздно и я отправляюсь спать. Мария Эльинина, пишите поскорее на прощание. Ночь печет, льва, как мечты мои, Далеко, в глупости и широкой, Бога, я помню, в своем возле Бога, в сердце Бога, в грусти и любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Клок моих мечты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы сумели вырвать их, и никому другому, кроме вас, не должно быть для них никакого дела. Не вините меня за то, что я так же спешу. Много уважаемый Рейбл Творцевич, насчет ваших писем можете быть совершенно спокойнее. Я ведь написала вам, что вряд ли кто-нибудь получен. Мысли о том, что ваши письма могут пригодиться для биографии, мне само не приходило по-моему. Летом как-то у нас был сотрудник, и пишите на этот чек. Я вам тоже написала шутку, но теперь жалею. Вижу, что вам это неприятно. Забудьте, что я вам это написала, и продолжайте быть со мной таким же откровенным, каким вы были до сих пор. Знаете, почему я сумела вырвать несколько страничек из вашего дневника? Потому что вы сумели заслужить мое доверие. Если бы со мной было то же, что и было с вами, то вышло бы наоборот, что вы вырвали бы странички из моего дневника. Теперь можно вам написать «До свидания» в полном смысле этого слова, так как мы с вами уже скоро увидимся. Желаю вам счастливого переезда в Москву. Все-таки слава Богу, что лето прошло. Пожелать вам и от всей души счастливого поступления в консерваторию. Ваша бывшая ученица Мария Эльфис. Многоуважаемая Мария Эльфис, вы не сердитесь из меня за прошлое письмо. Ваши замечания используются относительно биографии. Вот я теперь сижу над этим письмом и чувствую, что пишу свою автобиографию. А вот автобиография не ужасно противна, несмотря на то, что между нами есть действительно великие люди. Ну так что ж, великие люди в области искусства и науки могут быть в то же время ужасно противными человеческими жизнями. Боюсь вам больше писать, чтобы не оставить материалы для моих о будущем и о том, как я себе цель на метро в жизни, о том, какой я нарктист и музыка, как вы имеете в жизни, лучше говорить, буду искать. Поговорим и не забудется. А мои письма могли бы рассказать о тех недоставках и порогах, которыми я переполнил. А я хочу оказаться хорошим и добрым человеком. Пятого сентября я приезжаю в Москву, буду жить на Долгору, в Средизице, в Дон Афремово, номер 40, квартира 23. Желаю вам от всей души получше выдержать их правильный. Лидии Роботки и вашим родителям, пожалуйста, передайте от меня привет. Спасибо. Пятого сентября я приезжаю. Слово не войдет. Если там могилой на край Светы унявшие, славшие желанья, Я вижу над собой Весенние звенья. Сегодня я живу, И день сегодня мой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 США АПЛОДИСМЕНТЫ 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 на улице Ростова. Этот институт был создан по берегу Николая Дарова, и там работал отец Марины Ренкис. Дальше они снимали, откуда летели геи в святошем письма от Марины Ренкис, в Малаховке. И первый такой творческий шаг для того, чтобы прочувствовать эти письма и эти романсы, сделал Кирилл Новосельский правым. Он автор нашей композиции. Кирилл, я хочу сказать, что это. АПЛОДИСМЕНТЫ А сегодня у нас был его сын Алексей Новосельский. В выходах голоса которого звучит интонация Ленбольда Моринцевича, потому что мы смотрели фильмы, съемки и слышали вот это вот созвучие, которое донеслось до нас через десятилетия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наши поздравимы. АПЛОДИСМЕНТЫ Участливаем в гостях международных конкурсов. Лариса Болжановна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И не kidding, конечно же. Это чашечки с символикой Красного Мака. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот знаете, что это очень смешано, в 1927 году в Большом Атеатре. АПЛОДИСМЕНТЫ ВСЕБО САМВЕ САМВЕ ДОБРАДА АПЛОДИСМЕНТЫ У ЭТИЗАМВЕ ВСЕМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И Рикольда Морикцевича на стихи Росвейна, Лахницкая, Ротгауза, Толстого, Мерзлякова, Унина и Галина исполняли Лариса Волжанина и лауреат международных конкурсов, первая премия конкурса имени Винги, лауреат фонда Козловского, сослуженный артист республик Шпингушетии и Карачаева Черкесии, Алексей Волжан. Аплодисменты, лауреат международных конкурсов, доцент Российской Академии Музыки имени Гнезиных Наталья Ховар. Аплодисменты, лауреат международных конкурсов, аспирант Московской Государственной Консерватории имени Чайковского Анастасии Гидякова и партия фонда Лауреат международных конкурсов, Косуки Ниссимон. И, конечно же, голоса замечательных людей, которые прожили добрую и счастливую жизнь, воспитали талантливых, великолепных детей. Сколько у вас там было? Четверо? Пять. Пять. Пять среди детей, дочерей и сыновей. И, конечно же, эта династия продолжается, потому что Санта Викторовна Лев всегда с нами. С нами также ее внуки Кирилл и Машинка. Машинка, где вы встаньте, пожалуйста? Пять среди детей, дочерей и сыновей. Пять среди детей, дочерей и сыновей. Пять среди детей, дочерей и сыновей. И вот сегодня роль самого виноры как раз исполнял Алексей Новосейский. И здесь она пропаганчится, почему она не так. И это был яркий, что на русском городе участвует в нашем программе «Мария Пожелая». В Немисе есть зал, в котором алтарь, и у этого алтаря венчались Мария Ренгель и Ренгольд Морис Грибер. Дом Ренгель, где жила невеста Ренгольда Морисовича, это угол у Петровских ворот. Он существует до наших дней, и мало того, как он знает. Конечно, у нас нет музея Гриера, но есть бережно охраняемый его творческий кабинет и огромное богатейшее творческое наследие, которое не только в мире Гриберия звучит в разных формах во всех странах мира. И отсюда приходят записи, информации об этом. И вы помните, у нас здесь был показан в постановке итальянского хлеба «Валент Красного Мата», постановки Васильева, Владимира Васильева, в Красноярске, да? Красноярский балет. Сегодня готовят, наконец-то, несостоявшийся, замечательный балет с великолепной музыкой «Тарас Губа». В кабинете у Ленингольда Мурицевича висит репродукция рейдена «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Есть у него «Сюита» запорожцы. Вся эта музыка наполнена глубокой любовью к украинской истории, к литературе, к характерам, которые созданы в произведениях богами. И, конечно, когда мы едем в Петербург, нас встречает прекрасная мелодия, гимн Ленинграду. Это музыка Ленинграда Мурицевича. Там впервые был поставлен балет «Мирный всадник», который потом шел на многих сценах нашей страны. И на Индии и Стервебежье. Он тоже найдет когда-нибудь свое место при биртуаре современных театрах. Итак, мы ждем новых премьер, балетов, оперных спектаклей. О нем можно было бы сказать, что это композитор вселенского таланта. Потому что в каждой из наших республик он почувствовал красоту и богатство музыкальной культуры каждого народа. Поэтому его называют композитором и азербайджанским, и успехским, и украинским. Это не имеет значения. Потому что талант – это всемирное достояние музыкальной культуры. И я думаю, что мы повторим этот вечер в нашем институте инженеров транспорта. В того алтаря, где венчались Рейнбольд и его чудесная невеста Мария Ильича. АПЛОДИСМЕНТЫ Что вы сделали? Это здесь вместе с Кириллом. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогая Вера Абдарина, 17-е поколение у нас растет сейчас с первого предка-бильера. И еще многие те, кто здесь присутствуют, тоже не обделены талантами. Дорогая Вера Абдарина. Дорогая Вера Абдарина. Дорогая Вера Абдарина. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы хотели сегодня открыть нашу семью, поблагодарить нашего доброго гения, нашей главы квартиры в музее, нашей семьи, на которой находится уже много-много лет, на Глиеровском культурном пронзе. И Даша Глиер, присутствующая здесь, тоже проправочка композитора, изготовила такой платок, который мы... АПЛОДИСМЕНТЫ И еще у нас одно событие сегодня еще одно. Именно сегодня, в день рождения еще одного члена нашей семьи, моей жены Татьяны, благодаря которой наш род продолжается. Татьяна, дайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Первый год, летом, Святошино, Киев, Малаховка под Москвой, если будете когда-нибудь в Малаховке, загляните в чудесный скромный музей, насыщенный такой богатейшей культурой, началом века. И, конечно же, я думаю, что наше прикосновение к творчеству и Гриера и Летошинского будет звучать в следующих наших программах, как последний опор, но не совсем последний, юбилей этих двух замечательных магазинов. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотела сказати від імені Національного культурного центру України в Москві. Всі вам дякуємо, що ви прийшли сьогодні на цей зборушливий вечер. Подякувати надхренниці культурно-просвітницької програми «Український музичний салон в Москві» і цього вечера Віллі Андрійовні Федорченко, кінорежисеру, членка струнки театральних діячів. Віллі Андрійовні Федорченко Моринцевич, Глиєр. АПЛОДИСМЕНТЫ Віллі Андрійовні Федорченко Віллі Андрійовні Федорченко Через Машеньку. Через Машеньку. Машенька сейчас ідет как раз к маме. Для Светли Викторовны с пожеланням дійсного року! АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ